Украинских военных встретили во Львовской области, а в киевском метро видели Тома Круза. Время новостей на ЮЭТВ в студии Татьяна Резвин. Пять раз в полуночи российские оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В частности, боевики обстреляли из миномета в Новолуганское, это поселок под Светлодарском, и Певденное, вблизи оккупированной Горловки. Погибших и раненых среди украинских военных нет с начала суток, отметил спикер. Они не видели родных более чем полгода. Семь месяцев защищали Украину от российских наемников на Донбассе. Во Львовской области встретили военнослужащих 24-й механизированной бригады. Они обороняли позиции на передовой вблизи оккупированного Донецка. В город Яворов после ротации вернулись более 2000 военных. Встретить своих героев вышли горожане. Военнослужащие прошли по улицам города. Армейцы держали портреты погибших побратимов. За пять лет войны на Востоке подразделение потеряло 130 военных. На площади в центре города вернувшихся с передовой наградили медалями. Отдыхать армейцы будут два месяца. Зал ожидания для военных открыли на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Ранее это был зал для депутатов. Сейчас там находится корреспондентка UATV Инесса Занина. Она на связи со студией. Инесса, здравствуйте. Какие условия новые и какие впечатления первых посетителей? Здравствуй, Татьяна. Мы находимся на Центральном вокзале. Вот сейчас здесь каждый зашедший сюда участник боевых действий и его семьи могут отдохнуть и почувствовать себя депутатами. Потому что этот зал, как ты сказала, принадлежал раньше им. Но им сейчас он без надобности, как нам сказали в управлении железной дороги. Здесь мы видим плазму. Одна плазма у нас там большая. Потом вторая плазма большая. Еще у нас стойка администратора. Это самое большое помещение. Здесь есть также холодильник с напитками. Всего в этом зале ожидания шесть помещений. В этом же есть и туалет, выход в туалет. И далее мы идем по залу и смотрим. Здесь у нас есть библиотека, которую волонтеры обещают еще наполнить книжками, так как она вообще полупустая эта библиотека. Здесь также стоят мягкие кресла и икона, так как сегодня уже осветили это помещение. Далее мы идем, заходим в другое место. И здесь у нас мы видим, там у нас камера хранения, как нам сказал администратор. Дальше у нас здесь комната отдыха такая, где можно постирать свои вещи, погладить их, а также ящички, где будут стоять самые необходимые продукты, чай, кофе, печенье. Здесь есть также вход в другое помещение. Оно такое небольшое, но очень необходимо для людей, которые путешествуют транзитом. Это удобство, это душ и умывальник. Здесь можно отдохнуть и почувствовать себя человеком, как нам сказали военнослужащие, которых мы опрашивали ранее. Дальше по коридору еще одно помещение. Здесь у нас холодильник, также все в одном цвете. Здесь можно оставить свои продукты. Здесь стоял стол, но его забрали для пресс-конференции, которые нам давали, сейчас его нет. Здесь стоит стол, здесь можно пообедать. Все это было очень необходимо. Нам сказали в управлении железной дороги председатель акционерного общества Укрзалезницы Евгений Кравцов. Давайте послушаем, зачем они открыли этот зал и почему. Мы проанализовали очень детально эту ситуацию. Мы очень детально проанализировали ситуацию. Действительно, на некоторых вокзалах у нас есть залы для военнослужащих, но они не в лучшем состоянии. Там не соответствующие условия. Было принято решение и сегодня мы открываем первый зал для военнослужащих. Это символическое событие. Потому что мы, как Укрзалезницы, как государство, показываем, какое должно быть отношение к действительно важным людям в нашей стране. И кто в общественном понимании больше важен. Депутат или все-таки те люди, которые защищают нашу страну от внешней агрессии. Продолжение следует... Места, которые раньше выделяли на вокзалах для военнослужащих, были без комнат, без ничего. Просто отдельные места. А сейчас выделяют комнаты, где военнослужащие могут посидеть, отдохнуть и привести себя в порядок. И такие же подобные помещения, но, возможно, поменьше, будут открыты, нам сказали, управление Укрзалезницы еще в четырех крупных городах Украины. Это Днепр, Харьков, Одесса и Львов. У меня все, Татьяна. Спасибо, Энесса, за такую детальную экскурсию. Это была корреспондентка ЮА-ТВ, Энесса Занина и Зал ожидания для военных, которые открыли на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Польша присоединилась к частичному бойкоту в ПАСИА. Делегаты страны не будут принимать участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, сообщил председатель польской делегации Александр Паций, пишет Укринформ. Ранее от участия в открытии осенней сессии ПАСИА отказались Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Они поддержали позиции Украины. Киев не участвует в официальных заседаниях. Это демарш из-за возвращения в Ассамблею России, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, заявила председатель украинской делегации Елизавета Ясько. Она в Страсбурге в качестве гостя. Этот статус позволяет работать в кулуарах и встречаться с европейскими партнерами. Голливуд ближе, чем мы думаем. Том Круз в Киеве. В Украину голливудского актера, режиссера и продюсера пригласил Владимир Зеленский. Они встретились в офисе президента, говорили о съемках фильмов в Украине. Том Круз рассказал, что заинтересовался локациями для нового кинопроекта. Это и стало поводом посетить Украину. Зеленский рассказал о новом законе, который поможет развить международный копродакшн. Речь идет о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. А вот где не ожидали встретить Тома Круза украинцы, так это в киевском метро. Те, кому посчастливилось увидеть голливудскую звезду, конечно же, сняли его на видео, фото и поделились в социальных сетях. Для них возраст просто цифра. В паспорте во всем мире сегодня чтят старшее поколение. 1 октября в 1990 году Организация Объединенных Наций провозгласила Международный Днем Пожилых Людей. Это повод вспомнить о их достижениях и обсудить проблемы, которые им приходится преодолевать. Пьер Моречко собрал истории успешных пожилых людей, которые идут в ногу со временем. Мы поговорим о достижениях пожилых людей. Расскажем две вдохновляющие истории. Первая про Нину, 55-летнюю бабушку, которая снимает видео на YouTube и изучает английский. Вторая о Викторе, 75-летнем художнике, который украшает стены домов в своем районе, радует других людей. Давайте посмотрим. Однажды мой старший сын сказал мне, если ты хочешь снимать видео о своем здоровом питании, ты должна стать блогером, стать бабушкой 2.0. Привет, друзья! Я рада видеть вас на канале Бабушка 2.0. И сегодня хочу рассказать вам что-то интересное. Это было в феврале 2018 года, так что теперь я работаю блогером-влогером. Я закончил технический институт, киевский политехнический. Но всю жизнь мне хотелось танцевать, петь и рисовать. Вот я начал сначала петь, а еще раньше танцевать. И в конце уже, когда вышел на пенсию, я начал рисовать. Процесс очень легкий. Берешь стремянку, берешь краски. Перед этим делаешь эскизик маленький. А потом прохожу и начинаю рисовать. Очень простой процесс. Какой ваш совет для пожилых? Я точно знаю, что когда большинство из нас смотрит в зеркало, мы не понимаем почему-то, как мы выглядим со стороны. Насколько это отличается от того, что мы чувствуем. Вы можете чувствовать, что вам 20, 30, 40, но определенно не 60, 70 или 80. Поэтому просто любите себя такими, как вы есть сейчас и сегодня. И просто живите моментом. Позвольте своим детям и внукам взять вас за руку и провести в этот современный мир. Будьте активными. Используйте ваши еще силы на полную возможность. Вы можете рисовать, вы можете танцевать. Вы можете заниматься, учить детей. Можете изучать английский. Вот я сейчас изучаю английский. Нужно преодолеть вот этот барьер страха. Я уже старый, а как у меня получится? А вот получится у вас. У меня получилось. Если я в 68 лет вышел на улицу, а мне сейчас 75, я делаю вот такие работы. Нужно гореть, нужно желать. Я когда рисую, я чувствую, что если у меня получается хорошо и людям нравится, я чувствую, что силы прибавляются, что я становлюсь молодым, красивым, умным и кучерявым. Пьер Морейшко, Юэй Ти Ви. Пусть и у вас все получится. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала Юэй Ти Ви. Точка Юэй. Пока это все новости, но наши журналисты уже собирают для вас актуальную информацию и менее чем через два часа мы к вам вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова